Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами выкатим из ангара ВК-3601H. Ну а перед тем, как мы с вами начнем, как обычно, хочу попросить каждого из вас, кто еще этого не сделал, подписаться на мой канал, поддержать мои начинания и поставить лайк этому видео, как оценку моих трудов. Заранее вам очень большая благодарность. Итак, ребят, ВК-3601H. Что за танчик-то такой? Это такое, знаете, как полунедоразумение, по моему скромному мнению, в ветке немецких танков, ведущих вас к Е100, который я рекомендую как танчик первым для покрачивания в виде ТТ для новичков. На втором месте, точнее, на втором месте, а, наверное, спорящий с ним, по моему скромному мнению, это Кронваген. Ну а дальше выбираете сами, каждый, кому что нравится. Итак, ВК-3601H это первый тяжик, который необходимо вам будет выкачать для того, чтобы попасть на прямую, ведущую к Е100. Почему я считаю, что танчик немножко как недоразумение? Но дело в том, что если посмотреть на другие танки в этой ветке, то этот танчик на тяж-то, в принципе, не похож. Больше похож на такое дополнительное бронирование и более массивный средний танк. Но назвали тяжем, давайте как тяж его играть и будем. Что касается его характеристик, отдельно останавливаться на чем-то подробно не будем, кроме его пушечки. Есть пушечка топовая, которая вам нужна будет для открытия перед Тигром первым, перейти на седьморку. Ну а что касается технических характеристик этого орудия, то 9,9 перезарядка, в принципе, будем считать 10 секунд, что долговато. 1330 суммарного урона, что, в принципе, для шестерки, ну, такое плюс-минус, я бы сказал, больше минус, чем плюс. Что касается среднего урона за один шот, это 220 единиц, бронепробиваемость 150 единиц. Бронепробитие, ну, такое. Углы наводки вниз 8, что, честно говоря, не хватает для игры от каких-нибудь холмов. Ну и вверх 15, это очень неплохо, но нужно это крайне редко, играя на тяжах. Что касается дополнительного альтернативного орудия семерочки топовой, то здесь немножко циферки повеселее, конечно, будет быстрее перезарядочка, и будет она составлять 7 секунд с копеечками. Урон при этом в минуту нифига не меняется, что меня крайне удивляет, нафига тогда открывать это топовое оружие. Ну и, соответственно, средняя бронепробиваемость у данного орудия составляет аж на целых 7 единиц больше, что я бы в учет вообще, в принципе, не брал, с учетом того, что схлестнуться вам, как правило, приходится с тяжелыми танками, ну, продавливая линию ТТ, кем вы, в принципе, и являетесь. А вот средний урон сразу падает аж на 60 единиц. Ну, такое, знаете, топовое орудие, которое в восприятии Йойнова, ну, крайне-крайне-крайне такое, знаете, плюс-минусное. Для кого-то плюс, для кого-то минус, для себя я это орудие не выкачивал вообще, потому что для меня этот танчик был исключительно таким проходным. Поиграли и забыли, я даже не открывал ни гусеницы, ни двигатель. И вот в таком вот виде, в котором он сейчас есть, мы закатим его в бой и посмотрим, на что он способен в руках среднестатистического танкиста, даже в непрокачанном состоянии. Итак, ребятки, попадаем мы на этом танчике сразу в первом бою в топ. Я не знаю, насколько сильно нас это спасет. Обратите внимание, что у противников два таких тяжика, как мы сами. А значит, мы сможем сейчас посмотреть, что мы видим в прицеле, когда смотрим сами на себя, безусловно, если мы с ними столкнемся. Я очень надеюсь, что кто-нибудь из наших союзников нас поддержит, потому что самостоятельно продавить этот фланг мы физически просто не способны. Его динамика это то, что мы сейчас будем первым обсуждать. Но, честно говоря, на стартовом, таком, знаете, базовом уровне она составляет, ну, вообще просто мизерных 18 км в час. Ощущение такое, как будто бы я сейчас еду на Т2, непрокачанном. Ну, как бы вообще тянешься так, что аж душе больно смотреть на это все. Ну, вот первый наш шот и абсолютный не фарт. Разворот на месте у данного танчика оставляет желать лучшего. Вообще, в принципе, динамика у этого танчика оставляет желать лучшего. Так, ну, не совсем я понимаю, конечно, блин, куда нам катиться. Вроде бы и под КВ-2 выезжать-то не сильно хочется. А в то же время надо как-то немножко продавливать и куда-то выдвигаться, потому что, в принципе, вот это стояловое, ну, до хорошего не доведет. Обменялись мы сбитим гусениц с КВ-2, только единственное, что он мне с уроном, я ему без. Итак, возвращаемся к нашему танчику. Танчик, безусловно, крайне медленный. И многие из вас явно могут сказать, что так ты выкачай себе двигатель, ну, и будешь ездить как человек. Давайте будем говорить откровенно. С учетом того, что это шестой уровень, и это, в принципе, не более, по крайней мере, для меня, не более, чем первый этап выкачивания Е-100, я вообще не вижу никакого смысла открывать какие-то альтернативные орудия на данном танке, открывать гусеницы, открывать там двигатель и тратить весь опыт, зарабатываемый в бою, на то, чтобы открыть модули на танчике, которые я, допустим, для себя не планировал оставлять в ангаре в принципе. Соответственно, если кому-то этот танчик зашел прям вот настолько, чтобы его оставить себе в ангаре и катать его периодически, да, безусловно, вы можете себе выкачать абсолютно там более какой-то чуть-чуть кайфовый двигатель, кайфовый пушечку, кайфовый гусенички, ну, и, соответственно, ездить на нем более бодренько. Ну, вот так вот мы выглядим сами у себя в прицеле. Но, ребят, возвращаясь к этим всем дополнительным модулям, я их не выкачивал, потому что изначально танчик мне просто вот по определению не зашел, как техника для фана, и, соответственно, не планировал его изначально оставлять у себя в коллекции. Ну, я думаю, что это уже смерть-смертушка к нам пришла, потому что Т-25-го мы навряд ли сможем разобрать. Сейчас, конечно, попытаемся, но мне почему-то кажется, что удача будет не на нашей стороне. Будем надеяться, что наша маска орудия нас немножко поддержит и спасет. Пока, ребята, везет нам немножко. Не знаю, что будет дальше. Жаль, что я использовал уже ускоренную перезарядку, так как сейчас она бы нам вот сыграла прям на все 100. Есть! Ну, ребят, победа честная, и сейчас посмотрим результат. Итак, ребят, по нашему результату 2540 единиц нанесенного урона. Два фрага, которые я считаю честно заработанными. Мы получили с вами серебром, чистоганом 23 тысячи серебра 500. Единственное, перепроверю, не были включены ли бустеры. Мы нанесли 2540 единиц урона тогда, когда второй наш союзник, ну, я имею в виду союзник на втором месте, нанес менее тысячи. Ну, будем считать тысячи. То есть мы существенно больше наклепали, чем наши союзники. И, соответственно, наше первое место является абсолютно заслуженным. Победитель. Конечно, победитель. А кто же еще? Итак, смотрим. Бустеры у нас включены не были, а значит, все серебро, которое к нам прилетело, это наша чистая заслуга в бою. Она честная, справедливая и, я бы сказал, крайне приятная. Но не могу сказать, что такие бои будут у вас всегда, все 100% на этом танчике. Но и такие тоже бывают, что приятно. Итак, едем в следующую каточку. Итак, мы опять в топе. Я, честно говоря, выкачивая данный танчик, никогда не пытался ехать на линию СТ, хотя было бы это вполне логичным, исходя из того, что СТ-шки вас пробить, но с трудом могут. Соответственно, данный фланг поддерживая, вы больше смогли бы делать для команды. Единственное, что, возвращаясь к теме его динамики, ну, как бы она не совсем позволяет работать с СТ-шками и держать данную линию. Наши ребята технично остановили фланг СТ. ТТ-шки почему-то решили ехать как-то вот непонятно немножечко. Ну, сейчас посмотрим, к чему это приведет. Тоже в КЦ захватывают, а значит, там явно есть хотя бы один тяж. Матильда. Матильде очень сильно не повезло, но зато повезло нашему КВ-2. Ваншотом засандалить Матильду это существенный вклад в победу. Ну, динамики у нас нет, мы уже на точке. Сейчас попробуем немножечко ее захватить. Точнее, до захватить. Давайте поедем, поддержим разбор КВ-2. Мне почему-то кажется, что точно так же, как Матильду, нас ваншотом вынести КВ-2 не сможет. Ну, а мы его немножко поколбасим. Командир контурен. Командир контурен. Командир контурен. Какой-нибудь АФК и в то же время замес. Я не останавливаюсь на разбор АФК, дабы набить себе там какой-нибудь дополнительный урон по бою. А еду в то место, где я действительно необходим как помощник. Но с учетом моей вялой динамики передвижения, ну, я бы даже не пытался ехать в ту сторону, где находятся враги, и где есть какой-то замес, потому что вы туда просто физически доехать не успеваете. Ну, и, соответственно, даже если успеете, то, к сожалению, приедете тогда, когда уже ваших союзников там не будет. Ну, и, соответственно, придется схлестнуться один на один с врагом. А на этом танчике схлестнуться с его скоростью перезарядки, в принципе, смерти подобно. Поэтому, как мне всегда казалось, на нем гораздо лучше просто занять какую-то позицию выжидания и встретить врага в каком-то месте, которое является для вас более удобным. Ну, вот сейчас нас, скорее всего, закрутят, скорости перезарядки нам не хватает. Броня немножечко нас спасает, увеличивает наши шансы. Как и в прошлом бою, попытаемся упереться в танчик, но не успели, нас разобрали в корму. Я думаю, что если бы мы прижали сейчас пантерку к камню, то, соответственно, шансы наши бы увеличились. Итак, ребят, давайте быстренько подсуммируем, пока не закончился бой. Даже не буду смотреть результаты. Танчик, по моему скромному мнению, абсолютно проходной. У себя в ангаре я его не оставлял. Пушечка у него плюс-минус рабочая, но очень долгая перезарядка. Динамика никакущая. Я бы не сказал, что вам придется страдать на этом танке, но и быстрой прокачки ожидать от него тоже, я бы сказал, что не стоит. Хотя в целом, особых хлопот не доставит. Именно из-за этого я всегда советую ветку Е100, как одну из первых веток ТТ, которую стоит качать новичкам. А вот такой вот он был у нас, ВК 3601H. И рекомендую вам покатать его самостоятельно. Возвращайтесь на канал, всегда буду рад вас видеть. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всех благ и всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok